здравствуйте дорогие мои друзья ну что же наверное пришло время сказок я уже в чем-то даже чувствую себя как бы шахризадой помните эту женщину которая ну чтобы ее не казнили чтобы царь он привык там как говорится воспользоваться женщины и их казнил но одна оказалась очень ловкой знала очень много сказок и рассказывала их как говорится так интересно что царь не 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 решался и указнить потому что ему было интересно что будет дальше она друзья мои еще рассказывала их пол сказки рассказа за расскажет один день а чтобы следующую ночь половинку сказки досказать начать новую но опять не рассказать то есть она вообще не давала шансов царю ее казнить поэтому друзья мои ну что же и вот я вам тоже сказочки рассказываю уж сколько Я вам их рассказал Разных, конечно, сказок И сегодня мы с вами будем читать арабские сказки Посмотрим, потому что, ну, опять же, друзья мои Арабские такие сказки, там все время люди горячие Женщины, мужчины, опять же там, друзья мои Все вот меня упрекают, что много каких-то, как бы, скабрезностей в моих сказках Все какой-то сексуальный подтекст Но, друзья мои, ну как, из жизни не выкинешь Все вокруг нас, вот, на самом деле Посмотрите, вот эти отношения мужчин, женщин, вот этих родственников, колдовства Все все равно, как бы, кроется вот в этих Ну, все равно есть, в общем-то, сексуальный подтекст Всегда, друзья мои Ну, если я его немножко, так сказать, гипертрофированно обостряю Ну, только указываю вам, вот, на эту особенность нашего мира На особенность такую Ну, и, друзья мои, арабские сказки Ох, восточные сказки Зачем ты мне строишь глазки Манишь, дурманишь, зовешь пойти с собой Какая-то песня такая попсовая Звучит у меня Ну, ладно Сказка называется «Благодарная рыба» Ну, что здесь, друзья мои Наверняка здесь нет никакого секса Так что, друзья мои, слушайте Сказку вам прямо Ну, вот, такую Самую-самую Можно, не знаю, для детишек Можно, но лучше сначала не давайте детям Потому что, кто его знает Я сам ничего не читал Поэтому прочитаю вместе с вами Жил-был бедный рыбак Ходил он каждый день к морю Доловил рыбу Тем только и добывал себе пропитание Так уж сложилось Что Аллах посылал ему только три рыбы в день Не больше, не меньше Одну для него Самого, другую для жены Третью для сына Хасана Как-то раз провел рыбак На морском берегу целый день Но так ничего и не выловил Лишь на исходе дня Поймал он, наконец, маленькую рыбешку Отдал ее сыну А тот понес Отдал ее сыну А тот понес рыбку домой Вдруг взмолилась рыбка Человеческим голосом Пусти меня обратно, о юноша На что я тебе? И впрямь Какая польза от маленькой рыбки? Подумал юноша И бросил ее в море Увидал это отец И как закричал Ах ты, негодник, оставил нас без ужина Ну, то есть, папаня тоже, похоже На эту рыбку-то глаз положил Отдал ее сыну Но собирались они, наверное, вместе Я не знаю, там, может быть Супец сварить Ну, маленькую рыбку-то не съешь Ну, хотя бы вот какую-то похлебочку сделать Ну, не знаю, что-нибудь туда там Намешать, какой-нибудь крупы И покушать Да, сын выпустил Придется, значит, им эту похлебку Ну, как бы водичкой Паститься придется Так что, ну, вы бы тоже, наверное, разозлились Столько мытарств А рыбку одну Спасти Я вот, кстати, тоже рыбок спасаю Маленьких иногда Бывает От злобных рыбаков Ничего Не ответил Хасан Только подумал Что все равно правильно поступил На другой день повторилось то же самое И на третий день тоже Убирайся вон Не выдержал отец Чтоб мои глаза тебя не видели Взял юноша хлеба кусочек До воды глоточек И отправился Куда глаза глядят Захотелось ему в полдень перекусить Только достал он свои скудные запасы Вдруг Откуда ни возьмись Бедный дервиш Сынок Молвил дервиш Дай мне поесть и напиться Разломил Хасан Свой хлеб пополам И дал дервишу воды Куда путь держишь Спросил Юношу дервиш Хожу Хожу по странам Подвластным Аллаху Ну, пошли вместе Да, друзья мои Ну, отец так легко Вот он сын растил Растил Помощника себе И вдруг Вот из-за какой-то рыбки Да, вот Из-за таких семейных Неурядиц Он его прямо выгнал из дома Ну, конечно В отчаянном Они в бедном положении Но могли бы что-то делать Во всяком случае Видите, у них Хлебушек дома был Значит, все-таки Там, наверное, жена Где-то подрабатывала Ну, друзья мои Я думаю, она Пристойным ремеслом зарабатывала Не это Не пытайтесь меня тут Сказать, что она Чем-то там занималась Нет Она, может быть, там ходила Там Что-то убиралась Уборщицей работала Еще где-то Но получала какую-то денежку И могла хлебушку купить То есть прокормиться Они могли и тоже Без это Без папиной рыбалки На самом деле Ну, и сынок уже был Видите, такой взрослый Тоже мог работать То есть На самом деле Ну, не из-за этого Не из-за этой рыбы Просто прикословил отцу То есть он вот Сын был такой благодетелен То есть понимал, что Ну, нехорошо Вот рыба То есть посмотрел он В глазки этой рыбки И отпустил ее Думает, ну, что ж мы из нее Жрем ее То есть он такой Все-таки Душевность была в этом сыне Чувствую это Ну, вот Дервишу Видите, он тоже Хотя мало хлеба было Лапом поделился С каким-то Вот вы бы Ну, я не знаю Сидите в этом В Макдаке Да, в своем лимузине И, ну, не в машине Да, и жрете картошку Фри И, значит Какие-то гамбургеры Вдруг подходит к вам Ну, как бы Человек такой Ну, опрятно одетый Но вот такой Седоволосый Седоволосый И говорит Слушай, как говорится Сынок, ну, нету ничего Дай вот мне Может быть, там Чуть-чуть вот картошечки У тебя осталось Там бутербродик Много ли из вас скажут Вот, на, возьми На, возьми На, дедушка, возьми Или, там, бабушка На, вот Возьми тебя, вот Скушай, пожалуйста От души Там, вот, не доем я Вот что-то Ну, не объедки отдавать А вот прямо вот Что-то вы, к примеру Что-то не съели Вот прямо взяли и отдали Вот там в Макдональдсе Бывают птички Такие, знаете, галки Вот вы с ними делитесь А, некоторые не делятся Жуки Говорят, нет Мы сами сожрем А вот, друзья мои Вот, вот так Божественное проведение Оно и в сказочках В жизни И рыбок надо спасать И, так сказать Дервишей кормить А вы Как вы живете Скажите честно Эх Знаю многих вас Только Только и начнете Там Иди работай Скажите старику Иди там Пенсию получай Братись в органы опеки А я тут свой бутерброд Тебе не отдам Бывает и так Ну вот А к чему это приводит К последствиям Долго ли коротко Бродили они по белу свету И однажды достигли Большого города Ступай на постоялый двор Сказал Дервиш И жди меня там Я пойду на базар И куплю чему-нибудь поесть На всякий случай Дай мне два твоих волоска Ну тут, друзья мои Я бы задумался Что Дервиш Наверняка колдун Во-первых Денег у них откуда Да То есть вот Тот денег не было А тут он Пойду куплю Он бы сказал Пойду выпрошу Да там Чего-нибудь поесть А он сказал Пойду куплю И дай волоски Тут, друзья мои Я подозреваю Сразу бы Ну Что дело с колдовством связано Потому что Вы волосы свои тоже Не раздавайте Кому не побуде А то наколдуют И это Женитесь Или замуж выйдете Не пойми за кого Дал ему Хасан Звать своих волоска А сам пошел И стать Постоялый двор Вот видите То есть гостиницу Начали искать Не то что на улице ночевать То есть средства-то У Дервиша были Так что здесь Не все чисто Так Да И вдруг слышит крик Прячьтесь по домам Прячьтесь по домам Царская дочь В баню идет Кинулись все В засыпную Улица опустела А Хасану деваться некуда Нет у него своего дома Ну ты блин за угол Зайди-то хоть Че ты Стоит он один-одинешеньк Вдруг видит царская дочь Идет в окружении Рабыни-невольницы А не мели у него У Хасана ноги Шаг уступить не может Первый раз видит Такую красавицу Ну я не знаю А красавица что Она в голом Видишь или идет Ну видимо без этой Без паранжи Да друзья мои Может быть Вообще она в баню Ходила так сказать Ну в легкой накидочке То есть там было Было видно все Ну потому что Как бы положено Чтобы кожа дышала Да вот в баню Она отправляется И вот А чтобы никто Даже в замочную скважину Не мог посмотреть А кто посмотрит Того значит Там у глаз выкли Того убьют Вот вместо прочим Часто бывает Бывает такое В восточных сказках Там никто Не может посмотреть даже Вот А царская дочь Прямо специально Как будто разъезжает По городу Ну ты в повозке Закрытый езжай Там стекла затонированные Хоть голые там сиди Но вот я подозреваю Что какая-то все-таки А что на нее посмотреть То есть лицо ее Было точно открыто А может быть и попа тоже Друзья мои Я не решился бы Я думаю она была Как бы Ну во всяком случае Какая-то вот такая Ну накидочка легкая Через которой Просвечивали все ее Так сказать Достоинства Друзья мои Тут из сказки слов Не выкинешь Это не я говорю Это сказка говорит Ну и что Он прямо пялится Думает О у нее слюни потекли Думает Какая же красивая тетка И прямо аж это Значит Грозно взглянула На него принцесса Как осмелился Сей недостойной Лицезреть ее И приказала страже Бросить его в темницу Тем временем Пришел дервиш На постоялый двор Хасана там нету Дождался он ночи Достал два волоса И прочитал Суру Корана То есть друзья мои Колдун Колдун А вот Как говорится Видите Писанием святым Работал Как знаете Много колдунов И при церкви Тоже вроде Молитвами Молитвами А бывают Дела-то не очень Хорошие делают Так что Друзья мои Тут В тот же миг Явился Хасан Влетел в окно И стал перед дервишем Поведал ему Хасан про то Что приключилось А также про девушку Красавицу На самом лица нету Одолела его Любовь великая Слушай его дервиш Слушай Потом и говорит Помогу я твоему Горю юноше Взял он маленькую коробочку А там волшебная Краска для век Обмакнул кисточку Нанес краску Хасану на веки Начертал Магические письмена И сказал Ступай к ней Как же я пойду Удивился Хасан Меня стражники схватят Того и гляди Там На колпаса Или голову открутит Теперь ты невидим И можешь делать Все что тебе вздумается Но помни Аллах все видит То есть сразу Ему намекнул Чтобы он Как бы вел себя Прилично Не гниви его И отправился Хасан во дворец Там у ворот Стоят стражники Хасану стало интересно Правда ли Говорит девич Подошел он К одному стражнику Да как Даст ему пинчару Кто тут Кто тут Заслуженно воскликнул Стражник Начатый прям я и невидим А другому он Саечку как говорится Дал И оплеуху В общем невидимый Начал там Разгуливать по дворцу Че хочет Куда хочет Лазит Конечно И так же побежал На женскую половину Ну а там тетки Знаете как бы Кто Тогда Как бы с бельем Слабо было То есть в основном Так в легком виде Ну и он конечно Он там Все время жил там Где-то А тут прямо В этот Рассадник То есть тетки Он ходит Их щупает Щипает Они там визжат Не поймут откуда Что там творится Ну в общем Стал вести себя Действительно Не очень пристойно Не зря его Дервиш предупреждал Ты смотри Как говорится Все же знают Ты там Держи себя в этих В рамках Не это Не бесчинствуй Но он продолжал Такое есть Значит Значит Ты впрямь Я не видим Обрадовался Хасан Царская дочь В это время Сидела за трапезой Подсел Хасан Ест Пьет Разговоры Слушает Сам ее Как говорится Приобнял Там немножко Как говорится Ну как говорится Ручонки свои Распустил Она охреневает Смекнула Царская дочь Что кто-то ее морочит Да никого не видать Пошла она И отцу Все рассказала Как бы Батяня Кто-то меня тут Щупает Того и гляди Можно Как говорится И опозорится Тут до этого дойдет Какой-то видимо Джин или Фрид Хочет покуситься А его-то не схватишь Обыскать дворец Распределился царь Сам испугался Как бы ему там Щелбанов не давали Закрыли все окна Двери Но никого не нашли Тут одна старая женщина И говорит Явно колдунья Тоже при дворе Знаете Ох колдуны эти Коли Есть здесь кто Выведу я его На чистую воду Вели царь Дать мне кукурузных Подчатков Да буйволиного Буйволиного Навозу Затем женщина Развела На женской половине Костер Бросила туда Подчатки и навоз Густой дым Заполнил все помещение И прав оказался Сказавший Дым делает слепым Даже и Фрита Слезы покатились Из глаз Хасана Ну такая вонь Друзья мои На весь дворец Что там не только А еще окна и двери Закрыты Там царя Всего вывернуло Все эти женщины Тоже там Как сказать Блюют Бегают Ну и Хасан Конечно тоже Не выдержал Начал кашлять Дым Значит слезы Начал тереть глаза И смыли магические слова Начертанные дервишем И все увидели Этого самого юношу Которого царь накануне Приказал бросить в темницу Да еще и в голом виде Как говорится Стража схватила Хасана А наутро По городу Разнеса свесть Сегодня отрубят голову Прекрасному юноше Который осмелился Взглянуть на царскую дочь Но они еще не упомянули Что он осмелился Ее и крепко пощупать Ну это они Чтобы не позорить царскую дочь А то он знаете Ну а уже выпустите его не с дня Он начнет там разговоры По городу пойдут Что там Можно к царской дочери заходить Жрать из ее миски Ее там По заду хлопать Да уже как бы Все Имидж потеряется А еще по другим странам Пресса подключится Блогеры какие-нибудь Все Позор Царской семье Безобразие Значит Тем временем Дервиш Послал царю записку Хасан Мой сын И я хочу женить его На твоей дочери А если там Будешь борзеть Ну это я там Приговариваю Что тебе И твоему царству Конец Ну Тут Дело-то колдовством Пахнет Друзья мои Понимаете Что это Юноша как бы Необычный Понимают Что тут они С колдовством Связались И тут уже Не то что тут К черту не пошлешь Разгневался царь И приказал визирю Приведи мне Этого дерзкого человека Слушаюсь И повинуюсь О царь времени Молвил визир И отправился На постоялый двор Пришел Визир к Дервишу И говорит Царь желает Видеть тебя Выпей сперва Со мной чаю Сказал Дервиш Тогда и пойдем Ну друзья мои Конечно чай Был заговоренный Выпили они чаю И двинулись в путь Идут-идут Вдруг возник Перед ними Роскошный дворец Чей это дворец Удивился визирь Твой То есть взятку Ему предлагает Дворец в этом Как его В Геленджике Твой Ответил Дервиш Входи в него Вошел визирь Во дворец Там тихо И прохладно Кондишены работают Там все нормально Холодильники Стал его в сон клонить Ну еще выпил конечно А ну Там не принято пить Ну что-нибудь выпил Значит все равно Подмешал ему Спиртное в этот напиток Стал в сон клонить Он и говорит Немного я вздремну А ты смотри Не опоздай к царю Сказал и заснул Крепким сном Напрасно Все утро Прождал царь Никого Он не дождался Послал стражу Стража обыскала Весь город И в концов В концов Нашла визиря Спящим Под ослом А осел Возьми Да и помочись На визире Именем Визирь ходит Знаете С мрачной физиономией Там покрикивает Там Ой гляди Казнители То есть Стражники Все разнесли То есть Об этом позоре Визиря узнал Весь мир Еще и сфотографировали Его 10 раз Ну и в общем-то Все эти кадры Со словом Все Как говорится Выложили в сеть И по В общем таком С такой репутацией Значит как у нашего Пескова Уже никуда не возьмут Только Работает только на царя Да и то Неизвестно Ладно Значит Где ты был негодный Вскричал царь Завидев визиря О царь времени Проклятый дервиш Не желает идти со мной Требует только тебя Иди и приведи его Не то я отрублю тебе голову Пойдем вместе Только тебе дервиш Окажет великое почтение Подумал царь Да решил пойти Пришел и говорит Пойдем со мной О дервиш Куда Спросил его дервиш После узнаешь Выпей сперва Со мной чаю Отвечал ему дервиш Тогда и пойдем Выпили они Вот это ошибка То есть Когда приходите К колдуну Вы вот на эти фокусы Не ведитесь Там чаю попьем Давай поговорим Уж если есть возможность Сразу как бы Что-то делайте Иначе вас окрутят Омутят И потом окажетесь Как говорится Под ослом Хорошо он на вас наложит А то еще и Что другое сделает Значит Значит Попьем чаю Да Выпили они чаю Отправились Дервис вместе с царем И визирем Идут они Идут Вдруг видят Стоит золотой дворец Красоты Необыкновенной Чей это дворец В моем городе Уявился царь Я его прежде не видал Лучше моего В сто раз Твой О царь времени Ответствовал дервиш Входи в него Вошел царь во дворец От любопытства Друзья мои От любопытства А тут знаете Как бы любопытство Оно сгубило Не только кошку Но оно может сгубить И царя времени Даже так Там мраморный бассейн С переливающейся водой Захотел царь искупаться Скинул одежды Залез в воду И тут же превратился В женщину А дворец С бассейном пропал Остался царь В женском обличье Голый Один на пустунном Речном берегу И случилось Мимо проходить Мимо бедуину На верблюде Кто ты? Спросил бедуин Женщину Я не знаю Мол Вицал Ну как говорится Ступай за Ну то есть бедуин Как говорится Тут долго не думал Знаете Бедуины Народ горячий Да там Голая тетка На берегу реки Никого Там надо чтобы Защитники Кто ты? Да никто То есть он спросил Как бы Есть ли у тебя там Может быть Семья какая-то Муж Кто заступится Братья Нет Все Значит бедуин Тут же этого царя Он кричал там Я царь Я царь В общем отымел его Как говорится Без всяких сантиментов Царь конечно охренел Потому что к такому Обращению Он не привык Ну и взял его там За веревочку с собой В рабство Продать эту женщину Ну или там Использовать для своих целей Пришли они К его жилищу Там сидят Три бедуиновых жены Да еще Двадцать детей Набросились Три бедуиновых жены На царя В женском обличье Одна помыкает Другая шпыняет Третья ругает Всяческими словами В конце концов В конце дня Бросили ему Какие-то объедки Как собаки На утро встали И говорят Возьми все грязное белье И постирай И сулинули ему Большую корзину Грязного белья Пошел царь На реку Снял с себя одежды А ну то есть Искупаться еще То есть одежду Ему дали Друзья мои То есть не то Что там уж Прям совсем шпыняли Одели его Потому что он был голый Ну Тоже вообще Друзья мои В общем Понял Как каково Женская доля В этом Так сказать В восточном мире Значит Ну он Решил искупаться Хоть смыть себя Вот эту вонь Там бедуинскую Там все Там бедуин этот Вонючий Пришел царь Значит Погрузился в реку Немножко омылся Господи думает Что ж Когда же этот ад Закончился Вышел из воды И тут же Принял свой прежний облик И сейчас же оказался Вот там же Где дервиш и визирь В этом В мраморном бассейне То есть все это Была некая иллюзия Ну как Спросил визирь царя Царь с такими глазами Вылез Только буквально Из бассейна А теперь ты Скомандовал царь Пойди Полезь Искупайся Полезь в воду Скинул бедный визирь Свои одежды Погрузился в воду И превратился Опять же в женщину Тоже на берегу реки Голый Тут же опять же Этот бедуин Вонючий И визирь этого Он отшпунял Опять его притащил К себе Там его жены На этот Как говорится Нахлобучили Объедками кормили И значит При этот бедуин Ах ты дочь Шестидесяти собак Целый день Стираешь мое белье Давай охаживать Визиря палкой Значит Прыгнул визирь Обратно в воду И предстал перед царем В истинном своем обличье О царь времени Взмолился визирь Давай отдадим Твою дочь Замуж За сына Почтеннейшего Дервиша То есть Друзья мои Вот Дервиш Он как говорится Сначала по хорошему А потом их Как говорится Жестко отымел И царя И визиря Вся важность Они поняли Кто они такие В руках Так сказать Колдуна Что он с ними Может сделать Все что угодно И поэтому Давай отдадим Дочку твою Пусть все Как говорится Будет хорошо Ну и у нас будет Хоть этот Как его Как его назвать Это муж Не муж Отец Сына Тесть 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 Нет Тесть Для этой А для этого Он сват Да То есть вот Будет у тебя Сват колдун И тебе уж Как говорится Ничего не это А мы Не будем рассказывать Никому Что нас с тобой Бедуин Как говорится От это Отпетрушил Ладно Значит В тот же день Они сыграли Во дворце Свадьбу Веселились Сорок дней И сорок ночей А на прощание Дервиш сказал Помнишь ты Ту рыбку Хасан Которую ты Трижды отпускал Этой рыбкой Был Я Вот друзья мои Такая Ну мне понравилась Сказочка такая Веселая Ну извините Друзья мои Я не хотел Непристойности Они тут Сами наворачиваются Думал Благородная рыба Тут все Как говорится О рыбках О кисках О цыплятах Очень мягко Но друзья мои Извините Не получилось Это не я Сказки придумываю А придумывает Их народ Поэтому А в народе Вот такие вот Веяния Часто не очень Благостные Все пока Счастливо